КИТЕЦ 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 с этим мужем вторым с которым она и сошлась кроме того слова которые используются в оригинале значит потому что он найдет в ней слово найдет буквально переводится вот ну когда она стоит в разных временных формах вот достигать доставать быть достаточным удовлетворять случайно встречать находить приобретать быть найденным быть обнаруженным или пойманным позволять обнаружиться являться быть достаточным представлять и предавать то есть вот некоторые моменты вот быть найденным быть обнаруженными или пойманным случайно встречать значит указывает на то что муж нашел это ну то есть вот он в принципе даже не ожидал этого увидеть то есть это не говорит о том что жена на протяжении многих лет плохо ему жарит яичницу и он наконец как бы вот на основании этого она потеряла благоволение в его глазах и он решил с ней развестись понимаете он в ней что-то нашел причем нашел это внезапно что же он нашел значит дальше используется слово довар которое переводится слово изречения вещь дела то есть она что-то сделала что дальше написано нагота срам срамата срамное противное то есть другими словами если мы три эти слова обобщим то у нас получится примерно такая вот картина муж вдруг внезапно обнаружил некое дело связанное с наготой жены ну понятно если муж а она жена то ее нагота для него не нечто новое понимаете а тут вдруг пред ним предстает ее нагота в совершенно ином свете что является противным для него и противным для господа а в этой же главе многократно говорится о том что есть мерзость для господа при люди прелюбодеяние блуд то есть если мы вот все в это в контексте обобщим то однозначно можно будет сделать вывод что действительно единственной причиной по которой муж может дать разводное письмо это вина прелюбодеяния это не плохая прическа по утрам это даже не может быть какой-то не очень хороший характер потому что я видел много семей где у мужа женой характеры не очень подходит но при всем при этом они как-то находят общий язык то есть действительно и шо ссылаясь на это местописание сделал четкий конкретный единственный вывод который действительно можно сделать проанализировав этот отрывок что единственной виной может быть единственная причина для развода может быть прелюбодеянием хотя опять же и шо на примере это вот когда привели женщину пойману в прелюбодеянии он ее простил и тем самым показал что в принципе если у мужа достаточно будет любви в сердце он может и эту ситуацию преодолеть как написано силою возлюбившего нас преодолеваем все значит еще один эпизод в этой недельной главе который который меня заинтересовал значит он очень интересно перекликается с новым заветом сейчас значит есть такое место есть такое место в этой недельной главе где говорится если ты увидишь там вала или осла твоего брата который вот упал то ты не пройди мимо но подними его вместе с ним вот интересно что в этой же главе кстати говоря вот это место о котором когда-то сказал апостол павел не заграждая рта увала молотящего и павел задает вопрос о валах ли печется господь так вот вопрос по поводу вот этого вот отрывка сейчас я все таки найду выделял вот когда увидишь ты быка брата твоего или овцу его заблудившимися не должен ты отвернуться от них возвратить должен ты их брату твоему если же не близко к тебе брат его или ты его не знаешь что возьми их в дом свой и да будут они у тебя доколе не затребует их брат твой когда возвратишь это ему так поступай и с ослом его так поступай с одежды его так поступай со всякую потерю брата его с тем что потеряно будет им и ты найдешь нельзя тебе притворяться что ты не видел ее не должен ты видя осла брата твоего или быка его упавших на дороге отвернуться от них но подними их вместе с ним то есть здесь идет речь о ситуации опять же а валах ли об ослах ли печется бог безусловно нет а о том что произошло с хозяином этих полов и ослов то есть мы видим ситуацию когда которую описывает здесь господь в этой заповеди человек хозяин он попал в непредвиденные какие непредвиденную ситуацию с ним что-то произошло в результате чего он вместе со своими волами ослами упал и подняться не может и бог предписывает помочь этому брату и помочь поднять вот эту эту ношу чтобы ну короче говоря помочь брату если быть кратким значит когда я вот этого читал просто последнее время бог мне несколько в вином свете показывает притчу которую мы называем притча о самаренине хотя читая внимательно можно увидеть что о добром самаренине мы ее называем хотя почему она называется о самаренине принципе это притча была об иудее как который попал в беду ну логично поэтому я ее все-таки назвал бы притчу об об иудее и самаренине значит и ситуация вот как раз таки такая как описывается здесь заповедь то была кому до нас и нам израиля стало быть соответствии с заповедью ни левитни священник не имели права пройти мимо они должны были подойти и поднять но у левита и у священника оказывается есть оправдание другая заповедь в торе которая говорит о том что левит и священник они не имеют права прикасаться к мертвому человеку даже если это родственник ну то есть ну в смысле даже если это вот брат из народа если это израильтянин для того чтобы не не оскверниться для того чтобы иметь возможность нести служение в скинии там или в храме да значит то есть по идее у них было оправдание но они прошли мимо и скажем так вопрос на самом деле в этой притче был не в левите и священники потому что ну действительно как ну это отдельная тема история сама началась с того что вообще вот эта история притча родилась значит такой ситуации это у нас лука 10 глава с 25 по 37 стих и вот один законник встал и искушая его сказал учитель что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную то есть вопрос был под текстом значит мы знаем что и шо знает сердце каждого человека значит и он сказал ему в законе или в торе что написано как ты читаешь он сказал в ответ возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всею крепостью твою всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя то есть он в ответ на вопрос и шо ответил словами истории и шо ему говорит правильно ты отвечал так поступай и будешь жить то есть процитировал правильно теперь осталось жить так значит но он желая оправдать себя сказал иисусу а кто мой ближний то есть смотрите книжник оказывается но еще повернулся ситуацию делал дискуссию таким образом что книжник посчитал что его у него где-то внутри есть какое-то обличение и он решил себя оправдать его для того чтобы оправдать он задает следующий вопрос кто мой ближний отсюда можно сделать вывод что у него были явно проблемы с тем что он не любил ближнего своего вопрос кто же такой ближний исследовав множество мест в танахе по поводу того кто есть ближний значит я увидел что есть два еврейских слова которые на русский язык переводится как ближний значит одно из них переводится как ну в значении расстояния то есть вот и скажем место мир мир вам дальний и ближний да так вот там вот слово ближний это тот кто находится близко значит есть второе слово которое переводится как ближние но наиболее часто используется именно в заповедях которые господь дает в отношении ближних значит это слово рэ которое переводится как друг товарищ человек с которым у тебя есть какие-то близкие особые взаимоотношения то есть это не просто ну скажем так можно конечно сказать что сотрудник на работе ближний потому что у меня есть не просто отношения как вот прохожий на улице да то есть можно сказать есть разная степень близости но учитывая тот момент что и шо отсылает этого книжника к торе я тоже обратился к торе и значит вот то что процитировал книжник она на самом деле находится не в одном месте а в двух местах это второзаконие 6 глава или вид 19 глава значит и по поводу отношения книжника к богу тема не поднимается даже вот в этом отрывке вот по поводу отношения к ближнему значит я цитирую левит 19 глава 17 18 стих не враждуй на брата твоего в сердце твоем обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха мы видим что в этой паре брат ближний это слова синонимы следующий не мсти и не имеет злобы на сынов народа твоего но люби ближнего твоего как самого себя я господь то есть из этого отрывка из контекста можно сделать что вывод что вот в этой истории ближним может называться только сын твоего народа вот в этом контексте значит и обратите внимание что когда еще рассказывает притчу он не берет представителя какого-то другого народа там египтянина и думеянина он почему-то берет самарянина никогда не задумывались почему помните встречу и шо с самарянкой возле колодца якова значит и там произошел очень интересный диалог когда еще попросил у нее воды она говорит ты иудей и просишь у меня самарянки ведь иудеи с самарянами не сообщается из такой постановки вопроса понятно что инициатива в этой вражде и проистекает от иудеев почему для для ответа на этот вопрос нам просто нужно исследовать историю взаимоотношений кто такие самаряне вообще откуда они появились значит и как складывались отношения иудеев с самарянами и почему значит но интересный момент что когда еще говорит что я могу дать тебе воду жизни и она там фразу такую интересную произносит неужели ты больше отца нашего якова то есть самарянка считает себя прямым потомком якова то есть еврейкой значит и и шо в этой притче в конечном итоге подводит книжника к тому что тот вынужден признать что сыном его народа является самарянин понимаете это ну в корне меняет некоторые моменты в отношении ну в том как мы определяем кто ближний ну то есть мы действительно должны изучать слову божий чтобы она ну скажем так прочищала нам наш разум для того чтобы избавляла от каких-то наших предрассудков сутков от каких-то наших взглядов сложившихся в этом мире чтобы мы на людей смотрели глазами божьими и чтобы мы жили действительно соответствии со словом божиим они со своими представлениями потому что иначе у нас на каждый вопрос господа будет желание найти оправдание а а а а а